Всем привет, вы на канале CryptoCommons и у нас какие с вами новости? Вчера мы выложили коллаборацию большую с CryptoHamster. Если вы ее не видели, обязательно посмотрите. Вот 35 минут у нас на канале и примерно столько же еще на канале Кирилла. Кто не знает, это очень крутой теханалитик. Он говорит на русском, но живет в Японии, зовут его Кирилл. Вот первая часть у нас на канале и вторая часть у него на канале. Обязательно подпишитесь и посмотрите. Ну а так давайте посмотрим на график. И подумаем с вами, что же здесь происходит. Как бы в моменте, да, по битку мы, конечно же, очень сильно перекуплены. Это все понятно, это не надо быть гением, чтобы видеть, что у нас тут и дивера какие-то заворачиваются. И вообще как бы RSI находится уже в перекупленности достаточно давно. Но помните, что в бычьем рынке RSI в перекупленности находится в принципе очень долго. И вот такие дивера медвежьи у нас уже были дважды. Вот здесь на 2000 был такой дивер. И потом еще вот здесь на 4000 тоже был такой дивер. И отработали они в противоположную сторону. То есть мы улетели еще на 5х. Поэтому смотрите, я об этом как раз говорил с криптохамстером. Если вы включите здесь месячные свечи Хайка Наши, то вы вообще не увидите всей вот этой суеты. Посмотрите, как четко показывает история. Вот у нас весь этот буллран зеленые свечи. Да, и весь этот медвежий рынок красные свечи. То есть никаких ложных сигналов, никаких диверов. Месячные свечи на самом деле очень круто. Посмотрите. Тупо сидеть в лонге с 200 долларов до 20 тысяч, они нам говорили. Ну, если быть честным, они нам говорили не до 20 тысяч, потому что они еще здесь были зеленые. А вот до сюда, когда мы уже поняли, что свеча красная, до 10 тысяч. Но, извините меня, 200 долларов-10 тысяч – это отличное движение с отличным подтверждением разворота. И также здесь они нам говорили с 10 тысяч долларов сидеть в шорте до 4,5 тысяч долларов. Поэтому давайте посмотрим, что говорят сейчас они нам, месячные Хайка Наши. Они нам говорят, что зеленый свет, то есть суетиться некуда. Соответственно, мы ждем с вами глобально на месячных свечах Хайка Наши, пока у нас произойдет вот такой вот заворот месячного РСАя, и мы увидим первую красную месячную свечку. Это будет хороший сигнал действительно уже на глобальную, локальную коррекцию, на разворот тренда. Это мы должны понимать с вами. Вот, но это такой макроанализ. На недельках-то, да, вот мы видим, что здесь уже происходит красная свеча, и в моменте, конечно же, все не должно повторяться точно так же, как было. Мы можем увидеть и хорошую коррекцию, и продолжение роста. Поэтому давайте будем осторожны. Сейчас, конечно, самое грамотное – это, наверное, вообще быть вне позиций маржинальных, иметь запас активов хотя бы в крипте или в тезере, как вы привыкли торговать, или в битке, или в альтах, чтобы, если что, если увидим сильную просадку, вот тогда начать здесь уже маржинально заходить в лонг уровнями, чтобы как бы словить дальнейшие движения. В шорт пока еще я практически уверен, что рано, но если только вы не краткосрочный спекулянт, и со стопом куда-нибудь сюда вы сейчас ловите, чтобы прокатиться на вот этой волне, как бы окей, я просто этим сейчас не занимаюсь, я среднесрочно торгую. Поэтому еще раз, глядя на логарифмический график и на индикатор CycleTop, мы видим, что это пока еще не вершина цикла, слава богу, что у нас случился вот этот мини-дампик, и эти линии не пересеклись. Так что нам даже хорошо сейчас видеть коррекцию, потому что если мы безоткатно будем лететь наверх, то эти линии пересекутся, и это будет действительно вершина цикла, что нам сейчас с вами не нужно как быкам. Вот, по бимбенцу тоже у нас еще запас хода куда-то на 120 тысяч или даже выше в виде пика этого цикла. Так что, ну что тут скажешь? Мы сидим в ракете, но мы уже, эта ракета уже прошла, смотрите, больше половины роста, поэтому нужно тоже в ней сидеть аккуратно и не переморжовываться. То есть входить вот прямо сейчас с плечами в лонг, это достаточно тупо, потому что может быть что-то вот такое, как я уже сказал. Ну ладно, давайте взглянем быстро на доминацию, на альтушку. По доминации тут все интересно. Доминация, похоже, что сейчас проваливается, смотрите. Была вот здесь свечка объемов неплохая, вроде как собирались мы отскочить по биткоину, но посмотрите, как эта свечка зафейлилась. Похоже, что мы сейчас что-то такое можем увидеть по доминации биткоина. Да, на дневке вот мы поджимаемся к этому уровню, здесь эта свечка красная, что означает, что здесь происходит некая спекуляция. И вполне возможно, что доминашка сейчас посыпется вниз и будет все-таки альтсезон, который уже на самом деле идет, но просто мы с вами так в нем, непривычно нам в нем сидеть, что... Ну давайте посмотрим на Market Cypher, что он нам говорит здесь. Да, Market Cypher тоже нам сигналит на дневном таймфрейме по доминации, что шорт конкретный. Вот, посмотрите, у нас здесь красная money flow отрицательная. У нас здесь, конечно же, были дивера вот эти бычьи зеленые кружки, но посмотрите, это дело не отыграло, это дело просто вот так отстреляло и пошло дальше вниз в красный. То есть, может быть, конечно, в теории это какое-то сейчас вот такое вот накопление здесь, но, видите, в этот момент money flow красный уже индекс исходил на нет и становился зеленый, а сейчас все происходит наоборот, и здесь, ну, логично было бы ожидать что-то вот такого по money flow, то есть это еще, грубо говоря, неделя или две нисходящего движения. Поэтому посмотрим. По идее, эта доминация вообще должна очень сильно упасть, если начнется массивный альтсезон. Поэтому будем смотреть. А что по альтам? Давайте глянем. Давайте начнем с нашего любимого Dash. Dash все хорошо. Смотрите, вот он сейчас борется с сеткой, как раз пытается ее удержать как поддержку на дневном таймфрейме. На Market Cypher'е money flow индекс зеленый, то есть, в принципе, это long. Это long, но я представляю эмоции всех тех, кто видел уже 320, или кто, не дай бог, зашел по 320, или кто усреднился по 300 после покупок по 100. Сейчас, да, по 200, конечно же, у всех терзают сомнения, что, а что если вот так? И более того, даже вот так может быть на недельном таймфрейме, и потом вот так. И это ничего там особо не должно никого задеть. Поэтому смотрите, давайте на недельке переключимся. Вот, мы только-только начали с вами, только-только мы пробили мульти годовое вот это вот нисходящее сопротивление. И, конечно же, мы можем вернуться на его ретест. И в худшем случае потрогать 140 или 120, и потом только полететь наверх. Опять же, полететь наверх, это же всегда не безоткатно. Это вот такие вот штуки. Вы же помните, это сдувающиеся, надувающиеся пузыри. Просто хороший признак того, что дэш в развороте, это когда пузырь сдувается уже не ниже, чем он был, а сначала вот туда же, как вот здесь. А здесь пузырь уже, смотрите, сейчас сдувается выше, чем он был. То есть логично ждать, что вот этот пузырь сдуется тоже выше, чем он был. И потом полетит следующий пузырь, который сдуется еще выше, чем он был. И все меньше будет сдуваться. Вот что мы ждем сейчас по дэшу. И если посмотреть на Туцци, например, то Туцци тоже нам здесь говорит, что это был лонг-энтри. Это был вход в лонг, и он пока не говорит выходить из лонга. То есть тут формируется конкретная вот такая вот история. Поэтому сидим в дэше, не дергаемся. Гораздо более интересно, наверное, будет эфир и лайткоин кому-то еще, чтобы я сказал, да, что я думаю. Давайте посмотрим. Я эфиром на самом деле сейчас не торговал какое-то время. Но эфир... Слушайте, ну эфир, если он повторяет за битком, то он еще наверх не дошел. То это просто коррекция, и он сейчас пойдет вот туда куда-то. Что видится мне достаточно вероятным сейчас сценарием. И скорее всего так и будет. Но, тем не менее, эфир по сравнению с дэшем, да, то есть по дэшу мы с вами вот здесь сейчас где-то. И у эфира уже, конечно же, как и у битка, все шансы того, что это будет безотказно лететь наверх, все меньше и меньше. То есть шансы на хорошую коррекцию, куда-нибудь ниже 1000, все тоже уже увеличиваются при вот таком же движении. Но, тем не менее, видите, у нас тут пока нет сигнала тоже на шорт. Не здесь, не здесь, в принципе. Мы видим, что Market Cypher тоже у нас зеленый Money Flow Index. Никаких сигналов на шорт пока не видим мы. Давайте посмотрим на Litecoin, потому что Litecoin все-таки это классика, и многие тоже торгуют Litecoin. Я знаю, мы что-то обделили его вниманием в последнее время. Ну вот, Litecoin идет по нашему прогнозу, который мы делали еще месяца три назад. Единственное, что он чуть-чуть задерживается, и можно смело двигать это вот так вот. Но лучше давайте вообще его удалим и посмотрим, что же здесь происходит. Litecoin тоже только что вышел из накопления. Посмотрите, из мультигодового накопления. Вот у нас было сопротивление, которое длилось три года, вот оно пробито. Но при этом у Litecoin all-time high-то был к доллару всего 300-70. В отличие от Dash, у которого 1600, да, и у эфира там тоже. И поэтому тут, грубо говоря, он уже почти припилил на свой all-time high. И, наверное, он его перепишет, наверное, перепишет. Здесь тоже все достаточно уверенно идет. Я думаю, что по Litecoin у нас ждет что-то вот такое с переписанием all-time high. И потом уже резким пампом куда-то еще выше, когда никто не ждет и не верит. Ну, при этом Litecoin к Bitcoin, что очень важно тоже смотреть, находится чуть ли не на all-time low до сих пор. И здесь все красное, как и money flow, видите, и все остальное. То есть, что это значит? То, что биток накачивали сильнее последние несколько месяцев. Соответственно, альты просто ждут своего часа. И это все, конечно же, похоже на гигантский нисходящий треугольник, что является, в принципе, медвежьим паттерном. И в таком случае это пробивается вниз, и альты уходят в отрицательное значение, как нефть недавно ходила. Но в это слабо верится. Поэтому, скорее всего, это что-то типа падающего клина, такого затяжного падающего клина в падающем клине, который пробьется все-таки наверх. И мы увидим просто мульти-иксы на альтах, как обычно видели. Сейчас просто видите, сейчас хайп вокруг дефайных монет, вокруг NFT, все вот это вот гэ пампится, у которого истории торгов еще даже нет. А стопудовые альты, в которых действительно есть какие-то деньги, которые представлены во всех кошельках, биржах, они типа дампятся достаточно долго к битку. Но вспомните, что было с тем же самым рейвенкойном. Он также дампился к битку. Вот мы, помните, мы все это время с вами его набирали. Кто меня слушал, вот здесь мы уже даже начинали набирать. Потом он упал еще на несколько иксов, сложился мы вот здесь, с вами добирали. И тоже никто не верил и говорил, что рейвен это скам. А теперь посмотрите. Бам. И, кстати говоря о рейвене, рейвен уже набрал к биткоину 1400% со дна. Ну как набрал, ходил до туда. Больше 1000%. Но при этом money flow индекс еще даже не развернулся в него в биткоине. То есть понимаете, да, вот это альты к биткоину. Это здесь money flow, значит, индекс вливания денег не USDT, а биткоинов в эти альткоины показывает. Соответственно, от рейвена что можно ждать? Здесь тоже какой-то здоровой коррекции в моменте того, как вот этот money flow здесь сойдется. Вот так вот. Он как MACD работает примерно визуально. И потом, возможно, продолжение растущего, восходящего движения. Что-то вот такого по вот этому индексу money flow. То есть он станет зеленый. Я думаю, что вполне возможно что-то такое. И давайте посмотрим. Mana USD тоже уже хорошо полетела. Mana BTC пока вот где-то тут колеблется. Mana на самом деле к битку очень интересна. Потому что смотрите, у нее зеленые точки и долгая-долгая красная история. Я думаю, скоро она начнет стрелять. Сегодня такой вот у нас обзор по Market Cypher'у с вами получился. Потому что я вообще ничего не планировал. Вот я на ходу смотрю. И по ETC, кстати, ETH Classic. Обратите внимание, что вот тут как раз Market Cypher. Слушайте, давно я на него смотрел. Круто. Money flow как раз сейчас находится в зоне нулевой. Соответственно, велики шансы того, что он сейчас пойдет вот так вот. И мы увидим накачку ETC. Так что ничего глобально не поменялось, ребята. Все точно так же и происходит. Как мы с вами и говорили. В принципе, почти все монеты так выглядят. Смотреть их сейчас не вижу особого смысла. Посмотрим их на стриме скоро. Может быть даже завтра. Вот. А вам хочу напомнить, что на бирже Femix, нашей любимой, на которой вы можете торговать с плечом, без плеча, на споте с нулевыми комиссиями, с плечом, всеми вот этими монетами и даже золотом, появился долгожданный Dogecoin. Или Dogecoin, как вы его любите называть. Вот. Об этом, собственно, рассказывает вам наш последний пост в телеге. Если вы еще не подписались почему-то к нам в телегу, исправьте эту ошибку скорее. В общем, Femix раздают миллион Dogecoin. Все, что вам нужно сделать, зарегистрироваться по вот этой ссылке, подписаться на Twitter Femix и сделать репост вот этого твита. Конкурс активен до 15 марта. Регистрируйтесь, принимайте участие и выигрывайте Dogecoin. Биржа офигенная, кто не знает, я вкратце еще покажу, расскажу. Тут весь функционал, причем это такой достойный гибрид Bybit и Binance, то есть здесь и спот торговля всеми вот этими монетами. И фьючерсная с плечом, много DeFi монеток и также ожидается в скором будущем листинг еще больших монет, в том числе тех, которые мы с вами любим. Вот, собственно, здесь единственная отличительная особенность, что для торговли альтами вам нужно здесь иметь на депозите USDT, а для торговли биткоином BTC. То есть кросс-обеспечения здесь пока нету, в плане оно есть только в USDT для альтов. Ну, в общем, вы можете здесь торговать с плечом, есть функции Break It Orders, очень полезная, о которой я делал обзор, обязательно гляньте, сейчас он у вас сверху появится. Вот, также вы можете здесь хеджироваться, торговать золотом, например. Ну, и вот, собственно, все вот эти монетки, которые вы видите, Polkadot, Cardano, Uniswap, Compound, Tezos, Doge, теперь еще Aave, Bitcoin Cash, Wi-Fi. Так что ознакомьтесь, если вы еще не зарегистрирулись на Femex, делайте это, ссылка на бирже в описании. Ну, что еще глянем, Basic Attention BTC. Basic Attention токен идеальный, заходной рисует, на мой взгляд, потому что после вот таких желтых X-ов, обычно это сигнал на манипуляцию, значит, что здесь все в лонг входили, их выбило по стопу. И вот сейчас-то, смотрите, очень даже похоже, что мы идем в лонг, тем более там большие новости по Brave Browser, они делают биржу свою на Basic Attention. Так что, я думаю, здесь тоже мульти-иксы. Ну, давайте BNB, ваш любимый, но я еще раз говорю, я никому не рекомендую заходить на хаях. BNB определенно находится на хаях, несмотря на то, что к битку, вот у него Money Flow только-только сейчас, возможно, тоже пойдет в зеленую, и он может улететь еще выше. Но шансы риски, особенно к доллару, посмотрите на BNB. Ну, как бы, я вот такое не лонгую, скажем так. Если вы здесь заходили в лонг, или даже где-то здесь, то я вас поздравляю, я бы на вашем месте закрывал лонги, как минимум сбрасывал бы все плечи, потому что, ну, мы можем увидеть легко вот что-то такое перед продолжением роста, как всегда и бывает. А может и более затяжное, как вот, например, вот здесь, или во многих местах, можем и более затяжную коррекцию увидеть сложные формы, поэтому, не знаю, смотрите сами. Я вас много раз уже отговаривал от BNB, от всяких чейнлинков, от всяких дефайных монет, они в итоге растут и растут и растут. Я же не говорю вам точно, что делать, вы сами принимаете решение. Я просто стараюсь набирать то, что находится вот в этой зоне, и у меня есть время ждать. Поэтому я сейчас набираю вот в этой зоне Dash, ETC, Bitcash и прочее-прочее. И буду ждать вот таких вот вертикальных палок. Так что вот такой вот на сегодня коротенький обзор, ребята. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Флала Грин и Джон. Не забудьте посмотреть интервью с Криптохамстер. И увидимся скоро. Пока. Всем профита.